Скоро, детки мои, должен отломиться и отпасть один рог у зимы. Ну! А какие это рога? Разве у зимы бывают рога? А как же? Бывают, мои родненькие, бывают, да ещё ух, какие! Тут недалеко, около Ледовитого моря, есть бык-чудовище-морозище. Да ну! Бык! Большой! М-м-м! Большущий! С гору будет, спиной солнце заслоняет, рога аж до неба. Ой-ой-ой! Одет в шубу, а шуба у него из нетающего вечного льда. Глазище, как промёрзшая прорубь, ресницы, ледяные сосульки, Как запыхтит этот бык-чудовище-морозище. Изо рта густой-густой туман изрыгается и всю землю окутывает. А как дохнёт, лютая стужа делается и пурга несусветная поднимается. На спине у чудовища горб, а в нём всякая хворь. Ой! Какой страшный бык! Страшный! Бык-чудовище-морозище только одного солнца боится. Солнце стреляет в него своими лучами, стрелами. А у чудовища сперва отламывается, да отпадает один рог. Это бывает в середине февраля. А затем в марте отламывается и второй рог. Так что весной он совсем комолым, безрогим становится. А вслед за тем и рассыпается. И сразу после этого весна в гости жалует. Вот скоро, скоро у быка-морозища как раз должен отломиться и отпасть один рог. А так ему и надо. Пусть отламываются рога. Да, рога-то у него непростые. Нет, серебряные. И кто найдёт их, тот станет самым счастливым человеком. Дедузя, а где упадут эти рога? А где угодно. Может, в горах, может, и в лесу. А в нашем лесу могут упасть? А как же могут и в наших лесах? А могу ли найти эти серебряные рога я? А ты поищи хорошенько и найдёшь. Для этого настойчивым, выносливым и смекалистым надо бы быть. В наших краях серебряных рогов уйма, целые клады. Но не всяк их находит. На то нужен особо зоркий глаз, такой, как у учёных. И ты, внучек, учись прилежно. Учёным человеком стань. Тогда и найдёшь наяву серебряные рога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok